Здравствуйте! Сегодня будет разговор об электрическом аккумуляторном опрыскивателе. Называется он Умница. Бак, видим какой, обширный. Местимость его 16 литров. С этой стороны ранец удобный, очень удобный ранец. Площадка не давит спину. Горловина большая для заливки жидкости. Здесь стоит ситочка. На крышке стоит клапан. Обязательно берем опрыскиватели электрические с клапаном, потому что когда уменьшается объем жидкости, то идет как бы втягивание или всасывание воздуха. А когда здесь нет клапана, то воздух сюда не поступает и может раздавить данный опрыскиватель. С этой стороны мы наблюдаем кнопку включения, регулятор работы и гнездо для подзарядки аккумулятора. Аккумулятор в данном опрыскивателе стоит свинцово-кислотный. Емкость его 7300 Ач. Я его заряжал где-то около 7 часов и более 7 часов ставил на разрядку, постоянный режим работы. И заряд еще оставался в нем. Теперь мы давайте посмотрим, какие идут с ним насадки. Одна насадка и еще дополнительно идут три насадки. И идут, соответственно, прокладочки еще. Видим, еще здесь вот такого зеленого цвета идет 4 прокладки. Это двойная распыляющая насадочка. Очень удобно. Большой объем занимает для распыления при обработке нашего сада или овощных культур. Эта насадка идет для мытья машин. Эта насадка плоская. Залил сюда воды. Давайте мы посмотрим, как работает данный опрыскиватель. Включаем здесь. Вот включил. А еще хочу сказать о штанге. Эта штанга всего 8 сантиметров. Вот здесь она откручивается и удлиняется. Ее можно удлинять. 8-8,5 сантиметров длина этой штанги. Ручка чем удобно, что при включенном режиме нажали и она будет работать. Вот я включил и наблюдаю. Вот я нажимаю на ручку и она сейчас будет самоключаться на распыление. Распыляет как мелко. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, как работает другая насадка. Эта насадка с двойным распылением. Нажимаем. Видим, как объемно, хорошо она распыляет. Можно это глянуть на поверхности двери. Давайте наведу туда, чтобы лучше видно было. Вот такой объем распыления сразу идет. Это двойная насадка. И теперь посмотрим еще насадку, которую предлагают для мытья машин. Вот эта насадка. Четыре здесь дырочки идут. Давление здесь 5,5 бар. Давление нормальное. Меня лично устраивает. Вот видим. Длина такой струи вот метра 4, не менее. Вот сейчас я направляю, 4 метра где-то идет струя. А так мы моем машину. И теперь еще одну насадку проверим. Вот такая с разрезом. И проверяем ее. Вот видим, как она плоско распыляет. Вот так вот тонко, а так плоско стена такая распыление. Тоже нормальная насадка для обработки сада или овощной культуры. Ну вот и все. Такой краткий обзор по опрыскивателю. Очень удобный по сравнению с ручным опрыскивателем. Да это был у меня ручной опрыскиватель. Это незаменимая вещь, у кого есть сад, огород. Тем более, когда есть еще и виноградник. За виноградником, за садом надо постоянно ухаживать. И обработку, и подкормку по лесу. Это незаменимая вещь. Надеюсь, что это видео поможет в выборе опрыскивателя, кто решился приобрести себе опрыскиватель. Ручной или аккумуляторный. Для меня, конечно, аккумуляторный намного лучше и удобно. Он доступен в любое место. Электрический надо шнур тянуть, а здесь аккумуляторный на спину. И пошел обрабатывать. На этом все. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова